и снова здравствуйте всем привет так получился вот такой брюса ли вот так он выглядит не раскрашенным и вот так он выглядит уже в цвете так если брусли убрать то получается у нас вот такая подставка барельеф вот этот рельеф я сделал именно из альфы заброс с помощью тумеша просто выдавил и отзеркалил ну ничего так вроде получился так был перекрашен брусли именно я нанес ему вот эти вот порезы чуть-чуть их пролепил углубил типа когти впивались именно ему в кожу ну вот видно конечно вот такой внешний вид как модель ну как не будет участвовать в анимации я и сделал 261 тысячу полигонов в принципе я думаю достаточно вот так все это дело выглядит при настройке света вроде пойдет так ладно и так вот пока это такой результат именно статуэтки брусли в этом ролике хотелось бы сделать голову таноса под анимацию под кости и попробовать как это все дело будет работать восстановил я именно страницу вот свою скетч фабе ну кое-какие старые модели удалил они не очень хорошие и вот здесь у меня есть танос как его я делал выложу ссылку в описании все это дело на канале есть здесь его можно также скачать я поставил возможность скачивания вот здесь нажимаете скачать 3d модель так вот так он выглядит вот такой персонаж ну вроде бы он у меня получился заходим забрать я закинул сюда вот эту модель вот она есть так и теперь что я хочу сделать отделить первым делом значит глаза от тела хорошо что я это все дело не объединял пришлось бы перелепливать но полигруппу присутствуют так делаем сплит гроу сплит окей и так что у нас тут получилось значит тут этот весь хлам дэлит 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 что-то прилепилась что-то было опана но не беда глаза я потом закинул так пока нужно отделить рот вот эту челюсть от персонажа в предыдущих роликах я это уже все показывал так что давайте все это дело продублируем значит так нажимаем x симметрию английская x зажимаем control и вот это все дело нижнюю челюсть нам надо замаскировать так приближаем поближе смотрим чтобы взять и губу вот этот ну в принципе все если что будет долепливаться делаем control w сочетание клавиш и делаем дубликат теперь на первом дубликате control shift левая кнопка мыши оставляем только челюсть значит геометрия модифика топологи делал хидом и на второй модели вот на этой оставляем только голову цвет нам надо оставить все это чтобы потом не перекрашивать так теперь опять же геометрии модифика поджимаем полигонаж побольше делаем control д control д 3 миллиона пойдет и теперь делал удаляем полигонаж и делаем дай нам с ну чтобы модель у нас не стала низко полигональной хотя бы 800 600 тысяч полигонов и так вот все по закрылась то что надо было закрыть ну а теперь моя любимая кисточка это клейбилдоп на двоечку так теперь браш ставим на автомаскинг зачем на автомаскинг тем кто не смотрел предыдущие ролики это чтобы внутренняя часть ну как когда мы вдавливаем здесь вот эту часть чтобы задняя часть оставалась без изменений так это через alt и нам вот это надо все дело пролепить под разными углами все это дело вертим крутим губы стараемся не зацеплять потому что они вроде бы как уже сделаны ну чтоб не испортить внешний вид короче аккуратненько так раз выдавливаем вот такая штука можно подальше побольше делать вот этот емкость впадину в принципе пойдет теперь уменьшаем кисточку и нужно так шифтом здесь выглажим и вот здесь вот через alt давайте аккуратно тоже подкорректируем вот эти губы вот так небо тоже немножко пролепим вот такая штука получается ну и можно реалистично и там что-то горло как-то сделать какую-нибудь шишку там налепить вот так но она не суть вопроса что она нужна так все это дело выглаживаем так вот аккуратненько не залазим на саму модель сюда потому что у нас уже через подгонка сделано выглаживаем немножко губы потом подкрасим не проблема и то же самое то же самое делаем значит с нашей челюстью ctrl d ctrl d ctrl d поднимаем полигонаж и теперь опять же геометрии the lower и делаем динамеш на повышенной резолюции так это маловато мне надо хотя бы 500000 но 470 нормально сохранился внешний вид вот это вот всего делаем и теперь через alt так я поставлю глину и отключу текстуры так здесь мы тоже все это дело аккуратненько можно не спешить никуда кисточка ведется очень хорошо только нужно штриховать в разные стороны штрихи как бы наносить тогда она красиво все так убирает без последствий каких-то казусов также ей лепить очень хорошо мышцы набрасывать массу где-то что-то так доделывать ну здесь вот надо побольше потому что здесь я хочу уже челюсть поставить так чтобы челюсть вот эти вот щеки не перекрывали зубы пусть будет вместимый такой паз вот что-то таком духе можно еще кисточку побольше и по симметрии еще больше как бы прибрать вы видите что здесь не вдавливается где мы рисуем если я сейчас отключу браш и отключу бакфейс маск смотрим что будет происходить так ну здесь пока вроде нормально а ну-ка вот здесь попробуем в принципе здесь нормально все адекватно происходит на этой модели так есть челюсть челюсть вроде слегка проработана давайте еще раз попробуем так а что у нас тут браш все включено так а теперь поднакидаем губы чтобы они стали симпатичные кое-где можно выгладить так сейчас мы это все дело подкорректируем на двоечки приближаем и даем вот здесь чуть-чуть выгладим и вот так вот так кидаем массу так шрифтом чуть-чуть выгладим и вот здесь вот все это дело чуть-чуть поднакидаем так это дай намыш исправит а вот это дай намыш уже не исправит нужно через alt немножко вот эту часть поприжать повдавить и немножко это все дело еще по 1 кидать и все это дело смягчить потом еще на модели чуть-чуть подкорректируем не будет уже видно что да как теперь что нам нужно включить видимость всех саптулов включить ротацию дизму отключить и к симметрии отключить и вот этот подбородок перекрутить побольше с помощью мов уводим его вниз по идее то он должен уйти сюда вот так вот так как челюсть у него большая потом подправим лучше косточкой костями именно в блендах так вот здесь вот тоже вот такого дела быть не должно значит все мы это дело чуть-чуть приблизим включим гизма отключим гизма включим мофта пола джи дров сайс побольше и к симметрию включаем так смотрим что у нас получится так здесь расход чуть приоткрыт мы вот эту часть чуть-чуть уменьшаем так даже не уменьшаем а надо наверное все это дело прибавить ну вот так опускаем немножко вверх так смотрим что получилось ну вот эту часть чуть-чуть наверное поджимаем так ну и челюсть наверное все-таки чуть-чуть еще разведем побольше отсюда вот смотрим где у него тут губы сочетания ну вот губы открыты теперь можно все это дело сшивать делаем мердж даун окей делаем дубликат верхнему делаем геометри дай на мэш на повышенных вот этих вот резолюции 1 миллион нормально так вот этот так смотрим что получилось что тут получилось пропал значит почему-то раскраска не проблема делаем про джектал так вот так вот переключаем материал вот такой внешний вид нужно все это дело пока так что у нас тут происходит так полигруппа у нас одна надо было еще внутри подкрасить рот наверно ну ничего сейчас мы это все делать чуть-чуть шифтом ctrl z и можно все это дело долепить чуть-чуть облагородить теперь заходим кисточка стандарт rgp зад отключаем выбираем значит c английская цвет вот этот давайте посветлее и вот так вот чуть-чуть подкрасим а теперь c темный интенсивность поменьше и вот так вот все это дело здесь притянить так что у нас получается значит так эту часть мы выглаживаем опять же клей build up вот эти вот есть есть у вас какие-то вот такие пустоты вы не переживайте все это исправляется при дай на мыши все будет нормально когда это все склеится так кисточка стандарт чуть-чуть закрашиваем вот эти вот пустоты так теперь разберемся значит тут с этой частью тоже побольше и выглаживаем так что у нас тут с губами верхними выглаживаем c английской нажимаем и потихоньку так все это дело подкрашиваем вот так вроде бы нормально так здесь теперь c и здесь уже можно посмелее лучше конечно поменьше ставить интенсивность покраски чтобы можно было цвет как-то размывать подгадывать чтобы было все классно так что еще значит теперь цвет выбираем красный ну не сильно и чуть-чуть вот там где-то насколько можно будет залезть раз я сразу не закрасил вот так вот ну чтобы белый цвет этот потом не бросался сильно при анимации не вылазили какие-то вот эти вот нехорошие детали слова так вот под этим углом тоже можно немножко тут кстати там уже шифтом еще внутри выгладить так и и ну а теперь ликвидируем вот этот цвет косяк это значит и чуть-чуть его подкрашиваем так сейчас вы чуть-чуть еще на будет пролепить поэтому желательно сделать ему еще раз дайна мышь но чуть-чуть понизите резолюцию так это было дофига мало очень чуть побольше и вот здесь вот так вот намазываем намазываем намазан чтобы полигоны вот эти были ближе друг другу чтобы было с чем сразу слепляться вот так теперь все это дело выглаживаем где-то еще вот так залепляем залепляем так а ну ка давай ка еще вот эти вот это вот трещина осталось и вот это ну вроде бы нормально так теперь пролепляем вот и пролепли вам вот эти вот все детали которые смазались которые не проделались где-то выглаживаем губу так выбираем теперь кисточку стандарт уменьшаем все это дело смотрим с боков что тут получилось и через alt уменьшаем интенсивность так control z ставим зад rgb отключаем вот на низкой интенсивности можно вот эти все детали еще чуть сделать видными вот здесь вот на губе чуть швы вот эти попроделать вот так вот так здесь значит у нас получается вот эти швы залазят на губу вот так ну и вот это тоже дополняет губу смотрим что получается чуть-чуть делаем теперь побольше кисточку этот надо хребет чуть-чуть и так я не вижу по текстуре что я тут делаю так текстуру надо отключить поставить на белый цвет во всем рекомендую лепить именно в белой грифу в красной глине вот в этой потому что здесь вот когда вы ей лепите видны очень все вот эти вот моменты и вам проще ориентироваться мне раньше писали что 3d шники настоящие 3d шники вот этой глиной не пользуются для них это почему-то как не знаю табу какое-то типа если ты профессионал тебе вот это глина не нужна ты должен лепить или в белом сером каком-то материале ну чтоб косяков наверно не было видно так вот эти вот вот эту губу надо тоже выгладить так чуть-чуть и тут под наполнить где-то давайте еще углубимся так надеюсь губа у него должна быть именно такая так и теперь клей и смотрите как это все дело прикольно работает так ставим побольше напомню мы работаем точнее я делаю все в симметрии и вот это все так вот надуваете в разные стороны на двоечке и все это красиво так можно мышцы подавать делать где-то с одной стороны вот влево идти под углом когда лепите вообще прикольно получается так губу чуть поднадуть так и вот эту часть тоже делать попухлее и вот эту особенно переход вот этот значит от губы ну рот вот этот короче переход чуть-чуть наполнить вот так бац и что я еще хотел сделать это значит углубить глаза вот эти глазные яблоки также они называются на впадины яблоки через альт тут уже можно побольше ставить интенсивность так и вот так опять же под углами делать впадину побольше ну и какие-то детали чуть-чуть еще вот так вот выделить ну и шифтом чуть-чуть вот так вот подгладить и глаза тоже на не в принципе выводится когда гармешер будет делаться так смотрим что тут получилось ну и вот он косичок так где тут косичок давайте шифтом вот эту вкладку здесь вкладку где вот скрейка происходило и нужно теперь опять же все это дело rgb зато включить и c чуть-чуть это все дело прокрасить но здесь желательно потемнее цвет выбрать вот это c и вот как бы под челюстью провести чтобы было видно это дело нормально так и вот здесь чуть челюсть так как это наверное многовато тут уже разошелся ну да ставим еще поменьше и давайте ему так вот тут вот эту лысину так теперь c выбираем чуть-чуть на присветлить челюсть чуть-чуть размазать вот так вот ухо чуть ну и здесь вот какие-то детали так вот это вообще не пойму что это за полоса у него получилась такая так значит c чуть-чуть добавим где-то темненького вот сзади так тут еще можно что у нас происходит так мышца ну вот эту часть я не хочу трогать так что такое почему так все понятно чуть-чуть вот эти вот края подкрашиваем так это значит темный ну и вот это тут типа как это называется воротник о кисть стандарт нет лучше тогда давайте клейбер билдов так делаем побольше и вот чуть-чуть прибавляем вот эту часть где-то его выравниваем так ctrl z ctrl z ctrl z ctrl z мне интересно получается значит надо чуть-чуть так чё там у нас за день ты хочешь придумать ты просто сделаем черную полоску кисть стандарт и и отобьем вот этот кант ну а теперь c английская и попробуем на мелкой интенсивности вот этот переход чуть сгладить так вот раз вот так вот будет нормально наверно ну а теперь порисуем так вот так вот выбираем плоховато будет видеть видно наверно вот так вот я думаю а ну-ка так вот так вот как этоinté мы видим куда нужно помнить enhancer на полуску кисть стандарт чуть-чуть ее разбавить а вот здесь вот чуть-чуть все равно потемнее надо сделать этот переход а так есть такое дело теперь надо подыскать цвет тут и тут так теперь чуть потемнее так а здесь чуть-чуть посветлее 2 бьем бомба нормально добавляем теперь кисточку значит зубы если кому-то эта кисть понадобится она находится в vk в моей группе ее можно скачать так рабочий стол так ну и наверно на нижнюю царту он нам уже не понадобится давайте вытянем и ксиметры отключим вытянем зубы ctrl-z это значит верхние а это значит нижние кисть стандарт делаем ctrl-e так как их тут выгоднее будет прибрать а ну-ка вот так будет лучше сделать через ctrl-shift левая кнопка мыши убрать полигруппу значит таноса и скрыть ее и остаются у нас только зубы вот эти так ctrl-w и ctrl-w разбиваем split grow split теперь у нас получается верхняя нижняя челюсть включаем нашего таноса находим значит чего тут так перекручиваем подгоняем делаем skyл и заводим все это дело в челюсть скрыл поднимаем красавчик так а че тут получилось а получилось что зубы то вылазит но это будет подработать они не ионные не родные в принципе как то так теперь давайте то же самое сделаем так вот с этим с этой челюстью так это значит перекручиваем перегоняем подгоняем меняем внешние виды опять же выравниваем сверху перекручиваем делаем skyл за желтый квадратик и заводим у нашего персонажа приближаем поближе alt левая кнопка мыши если у вас стандартная настройка клавиатуры так это чуть поменьше поставить там так и что-то мне вот этот верхняя челюсть результат можно передвинуть гизма перекрутить alt левая кнопка мыши если кто-то не знал так и чуть-чуть подводим и чуть-чуть перекручиваем и чуть-чуть перекручиваем и чуть-чуть подгоняем вот так так и по моему они стоят не симметрично вот так как-то ну на отключаем гизма гравца из поменьше левая кнопка мыши ползунок уводим и теперь опять же клэй билдов и через alt зажаты нужно вот эти вот части чуть-чуть поубрать внутрь персонажа также можно еще зубы пролепить так что еще нижние зубы тоже вот это все дело вдавливаем все нормально и немножко их покрасим значит теперь убираем белый цвет так он полет rgb зад отключаем красим нижнюю челюсть и красим верхнюю челюсть хаотично обрабану так теперь нам понадобится красный цвет интенсивность можно поменьше так что тут такое вот так ставим их симметрии заодно проверяем как она тут совпадает все зубы совпали не оба красная а здесь интенсивно сделаем поменьше и просто ну дня конечно будет но можно вот так он продолжать что-то прям ядрё накрасит так потихоньку где зубы десны можно протекстурить использовать другие программы для покраски персонажа в этом их очень много substance paint также еще там для рисования для 2d словом поищите программ для художников тем более с текстурами работать очень много так а вот здесь у нас по моему уже не совпадает вот этот x симметрия сейчас чем придумаем вот и вот и вот и покраски в принципе их видно не будет но все равно давайте здесь еще покрасим вниз неба вот так ну зубы это я уже проработаю потом вне ролика как то так вот это все дело будет налепливаться создаваться масса вот так зубы будут отдельно идти от меша так ну а глаза я возьму с той модели делаем дубликат значит зубам и на этот дубликат импортируем вот эту модель первую так теперь shift левая кнопка мыши нажимаем на глаз и вот вы видите что можно отключать все софтулы и оставлять один который нам нужен так оставляем глаза делаем дел хиден чувак какое глаза у меня тут кривоватый давно делал не знал как строго не судите но я их оставлю потому что текстуру я не помню где искать как и так это x я их чуть-чуть просто подправлю наверное насколько получится потом может найду глаза переделал зубы есть флор включаем прозрачность хотелось бы зубы поймать ну вроде по симметрии а ну-ка геометрии мира and well а вот теперь по симметрии теперь вот эти зубы тоже давайте прогоним симметрично и прозрачность отключим так что у нас тут вылазит вот вылезла именно на челюсть и вот сквозь текстура ну и все теперь что нам нужно сделать подправить первым делом майку я хочу чуть так это уже персонаж чуть-чуть и тут как бы подправить вот так зубы есть глаза есть персонаж есть ну все теперь делаем вот такую штуку значит что у нас тут зубами 33 тысячи полигонов так 32 тысячи полигонов в принципе вот это все можно оставить но я попробую сделать так давайте сначала персонажу сделаем зеремеш отключим остальные саптул делаем дубликат на верхний дубликат геометрии делаем зеремеш у кого не включен вот это легейшим легейси 2018 включайте потому что зеремеш делаться без нее не будет так делаем меньше полигонаж прям и делаем зеремеш итак у нас получилось ну пускай белый цвет будет получилась вот такая сетка потому что у нас и стоит иксиметрия вот на кисточку она симметрично все здесь делала но вот эта сетка нам не подходит 8000 полигонов она будет рабочая но нам нужно ctrl d ctrl d ctrl d хотя бы до 536 тысяч полигонов догнать и спроецировать вот этот цвет сделать project project all на нашу вот эту первую модель ну на верхней саптул детали проецируем словом и цвет вот это все и так все спроецировалось нижний саптул можно отключить и смотрим что получилось вот получилось что у нас кое-где краска чуть чуть они это чуть-чуть полигоны вылезли надо чуть подгладить но это уже не проблема так что тут нормально последствий таких особых нет смотрим сетку вот такая прикольная сетка ну может не идеальная но все-таки лучше если делать допустим без опыта вручную один из них такая не получится однозначно ну а теперь что раз у нас сделано значит ретопология автоматическая так сказать и делаем теперь развертку UV map вот он клон вот вы видите что переключилась развертка на самый первый на самое первое подразделение вот она с 8000 будет делать ну а теперь жмем copy UVs нажимаем копируем цвет вот с этого персонажа внизу в тулах и значит прикрепляем его past UVs находим теперь текстуры map крит new from polypaint вот она наша разверточка ее можно поглядеть кстати UV morph UV вот так она выглядит и назад morph UV вот так выглядит наш персонаж развертка сделалась развертку можно кстати еще самому рисовать где сделать швы и так далее это я выложу ссылку в описании посмотрите так один ролик а уже ссылок надо очень много да в принципе закинем не проблема так что нам тебе нужно сделать смотрите переключаемся на первый subdiv и делаем внизу normal map делаем крит normal map подключается normal но ее нужно переворачивать заходим в плагин если в блендер то ее нужно так текстуры и сразу переключить а чтобы переключить нужно ее в клон вставить вот сюда в текстуры зайти в текстуры и нажать flip v вот эту и она переворачивается сверху вниз и вот теперь она будет точно подходить к этому персонажу покажу еще как можно сделать это все в блендер развернуть так что ну а теперь выбираем какой нам нужен subdiv или 8000 полигонов допустим можно оставить 33000 полигонов и вот любого вот этого удаляем сейчас это все сохраню файл сейкос находим thanos сохранить и смотрите если мы все это дело удаляем то у нас получается 33000 будет модель весить если control z control z можем сделать модель и 536000 полигонов не проблема но нам для анимации хватит и 8000 полигонов потому что мы сделали normal map и все вот эти детали будут проецированы на этого персонажа в блендер так что еще ну все делал хиден экспорт сохраняем в папку где у вас находится персонаж полностью это значит там развертка и когда вы сохраняете вот у 2019 версии то вот вот это все что включено допустим да так текстура и normal map это все автоматически сохраняется в 2021 там все так переворачивает эту текстуру она сделана правильно но опять же там вот эти вот флипы короче проблема была и с этим у меня версии 2021 и 2020 там слишком много нужно настраивать отдельно здесь уже все когда вы устанавливаете более-менее все автоматически настроено и опять же в 2021 вот вы сохраняете сейчас персонажа я экспортировал папу и у меня вот это все автоматически в эту папку сохранилось под таким же названием вот к этой модели в 2021 нужно все сохранять сейчас покажу вот отдельно допустим экспорт вы нажимаете и вот браш тттт сохранить потом допустим текстура map выходит у вас так опять же ее подключаете клон текст и она появляется тут и здесь вы тоже значит экспорт она у вас охраняется как psd вот в psd и сохраняем вот такая штука все то же самое делаем зубами и потом я закинул уже эту модель значит в блендер чуть поднастроим ей тут цвет вот этой ткани и цвет нашего персонажа и повставляем кости уже в следующем ролике все всем пока до свидания и и и и